Всем привет! Ну что ж, недавно состоялся релиз нового героя для Диабло Вселенной, это Рыцарь Крови. Герой появился в Диабло Иммортал и его именно сегодня мы с вами обсудим. Конкретно героя, а не игру. И поговорим, есть ли потенциал появиться этому герою в Диабло 4, то есть в текущем флагмане Диабло Вселенной. А самое главное, нужен ли он там. Итак, что касается персонажа, то все возможные умения вы сейчас наблюдаете перед своими глазами. Герой универсальный, он может работать как на ближней дистанции, так на средней дистанции, так и на дальней дистанции. При этом это получеловек-полувампир, который может работать с навыками крови, тьмы, но также умело орудовать копьем. Кроме того, у него имеется еще и сверхформа. Иными словами, герой может превращаться в такого демона. Кстати, которого нам показывали в трейлере. Так вот, что хочется сказать, что конкретно в разрезе Диабло Иммортал, это полностью новый герой. С абсолютно уникальными навыками, как стоковыми навыками, так и теми вариантами, которые появляются при использовании различных легендарных аспектов. А вот уже что касается Диабло 4, то здесь данный герой смотрелся бы в принципе неплохо, потому что как-никак это вампир. Это не просто какой-то рыцарь-защитник, а как воин, которому действительно присуща темная сторона. Но вот в плане умений, то здесь вообще никак этот герой не удивляет в разрезе Диабло 4. И сейчас, конечно же, мы не говорим о мультяшном стиле Диабло Иммортал, который полностью копирует Диабло 3. Нет, если бы такого персонажа вводили в Диабло 4, то однозначно он был бы брутальным, суровым, в меру мрачным. В общем, вписывался бы в атмосферу Диабло 4. Нет, причина не в этом, а как минимум в том, что в Диабло 4 уже есть некромант, которому знакомы навыки крови. И даже многие навыки, по сути, позаимствованы именно из Диабло 4. Кровавые волны, кровавый туман, только в Диабло Иммортал он слегка по-другому реализован визуально. Аналогично умение щупальцы, которые работают как стяжка. Но вот уже что касается навыков владения копья, то здесь очень многие навыки напоминают не разбойника. Да, у разбойника копья нету, согласен. Но именно атаки, которые визуально проводит Рыцарь Крови, они многие напоминают манеру атаки разбойника. Как и некоторые умения других персонажей, которые уже есть в Диабло 4. Поэтому, если вводить вампира или же Рыцаря Крови, ему для Диабло 4 потребуется рисовать гораздо больше уникальных навыков. Но это мое мнение. Ну а ваше пишите в комментариях под видео. Как с вашей точки зрения, требуется ли такой герой в Диабло 4 или нет, будет интересно узнать. Ну а сейчас мы персонажа разберем уже в разрезе игры Диабло Иммортал. Но кому Диабло Иммортал не интересно, то, чтобы не тратить свое время, просмотр можете заканчивать. Или же посмотреть и послушать, чтобы, так сказать, поддержать автора. Так вот, что касается Диабло Иммортал, этот персонаж вписывается в игру отменно. Как я сказал немножко ранее, очень много вариантов, благодаря легендарным аспектам. Здесь мы можем работать, как используя кровавые навыки, так и используя навыки тьмы, а также копий. В принципе, варианты гейплея, что одного, что второго, вы сейчас тоже наблюдаете. Приспосабливаться можно к любым условиям, как для фарма ПВЕ контента, так и для ПВП контента. И вполне возможно, компания Близзер будет вводить некоторые правки, для того, чтобы сделать Рыцаря Крови немного имбалансным. Чтобы, как минимум, многие игроки хотели за него поиграть. Кроме того, для Рыцаря Крови разработчики вводят немаленькое количество уникальных обвесов, которые можно получить в игре бесплатно, некоторые платно. Кроме того, дополнительный визуальный обвес для Рыцаря Крови вводится еще за внутриигровое событие, где опять-таки разработчики поощряют игру за Рыцаря Крови. То есть, если ты играешь не Рыцарем Крови, то чтобы получить Жемчужину или Глиф, нам потребуется изрядно попотеть. Но при этом, если мы будем играть за Рыцаря Крови, там достаточно убить пару противников, пару поручений, ну и выполнить иные задания, и все награды ты получаешь с легкостью. Так что, тут или же качать нового героя, или же самому герою менять класс. В то же время, не может не радовать акция, которую проводят разработчики. Это те, кто выполнили все достижения, которые предшествовали релизу Рыцаря Крови, получили как дополнительные визуальные обвесы для всех героев, безусловно на выбор, а также дополнительные самосветы, как и новый самосвет на 5 звезд. Ну а если более уточненно, 5 звездный самосвет на 2 звезды. Согласитесь, приятно. Так вот, что касается меня, мне этот герой понравился. Я своего главного героя не переводил, я начал качать нового. Ну а благо, что в текущих реалиях прокачивать персонажа вообще не проблема. Я еще даже кампанию не прошел, остановился на гробнице Фахера, и я уже первого парагона. Думаете, невозможно? Да, конечно, возможно. Поэтому качать нового героя, в принципе, это одно удовольствие. Опять-таки отталкиваюсь от тех условий, в которых играю лично я, а это только на мобилках. То есть по дороге на работу, в ожидании каких-то очередей, ну или мало ли в каких-то длительных поездках. В общем, перс интересный, однозначно советую попробовать, если вы играете в Diablo Immortal. Ну или задумываетесь. В любом случае, за год с момента релиза игра преобразилась, она стала более приветливая для новичков. Я, кстати, сделал обзор итоги игры спустя год. И однозначно советую посмотреть, если вы, допустим, как-то посматриваете в сторону Diablo Immortal. И если вам интересен ПВЕ контент, то знайте, играть можно смело. Это максимально донатонезависимая игра в плане ПВЕ. Если вам еще интересно вдруг ПВП, то да, это донатная помойка. Тут кто платит, тот побеждает. Pay to win для ПВП есть. Для ПВЕ без разницы. Такие новости, такие рекомендации. Ну а на этом моменте я видео буду заканчивать. Благодарю вас за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и играйте только в хорошие игры. Не обязательно, что это Diablo Immortal. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok